Министр здравоохранения Карачао-Черкесской республики собрал журналистов в своем кабинете не просто так, а чтобы рассказать о новых ограничениях, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе, которая осложнилась из-за стремительного распространения омикрона и, как следствие, резкого роста заболеваемости. В связи с чем на заседании регионального оперштаба принято решение с 26 января временно приостановить плановую медицинскую помощь и перевести все медорганизации первичного звена на экстренный режим работы. Для работы в первичном звене мы будем привлекать студентов 5-6 курсов нашего медицинского факультета, также студентов старших курсов медицинского колледжа для доставки лекарств. Сегодня мы увеличили количество бригад в лечебных учреждениях и за счет приостановки плановой помощи узкие специалисты и медработники, которые оказывали помощь, находясь на территории лечебных учреждений. Сегодня также из них будут сформированы бригады для оказания помощи жителям Карачаева-Черкесии на дому. Коснулись новые ограничения и сферы образования. С 26 января по 5 февраля на дистанционный формат обучения переведены все школы Карачаева-Черкесии. К слову, после новогодних каникул. И 15 из них уже были закрыты на карантин и учились на удаленке. Будет организована работа в части технического обеспечения и методического сопровождения педагогических работников, а также учащихся. Региональным координатором, которым на сегодня у нас выступает Республиканский институт повышения квалификации работников образования, будет организована работа в помощи, в поддержку как педагогическим работникам, так и родителям. На сайтах всех образовательных организаций, в том числе Министерства образования и науки, с сегодняшнего дня будут размещены контакты ответственных и телефоны горячих линий, куда можно будет обратиться по тем или иным вопросам, относящимся к деятельности и работе школ в дистанционном формате. Что касается детских садов, то они работают в прежнем режиме, но с усилением санитарно-эпидемиологического контроля. Если в садике будет заболевший коронавирусом, то решение будет приниматься в соответствии с действующими протоколами Роспотребнадзора. А вот студентам, как и школьникам, придется посидеть дома. Руководителям высших учебных заведений рекомендовано перейти на дистант. Также хочу отметить, что образовательные организации, осуществляющие деятельность по программам дополнительного образования, на это время прекратят свою работу. То есть все кружки и секции приостанавливаются на это время. Это делается с одной целью, чтобы разобщить в том числе и работу педагогических работников, и в образовательных организациях это разобщение наших школьников. Что касается работников различных предприятий и организаций, то там по-прежнему актуальны требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Плюс самоизоляция лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Ну и, конечно, обязательными остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Все это вкупе должно замедлить омикрон, чьё бесконтрольное распространение грозило бы, как минимум, серьезной перегрузкой первичного медицинского звена. Дарья Назарова, Далиль Мирза, Архиз 24.